Ну, на сегодня у нас серия шестая уже. Заканчиваем следователя. Следовательно. Всё, серия шестая. Бачите, красным помалёвано. Всё, конец уже следователям. Серия шестая. Не могу сказать сразу, да и промелькнуло-то всего несколько зелёных крыш. Я бывал в нескольких монастырах и скитах, в некоторых даже останавливалась на несколько дней. Но там было как-то всё по-другому. Не знаю даже, как. Не могу объяснить. Благочестивости тут не видно. Или... Не знаю даже. А ты что скажешь, Георгий Георгиевич? Ну, я в скитах не бывал. Вовнутрь меня туда не пускают. Но мне кажется, обычному старобраческому скиту такая усиленная маскировка. Ни к чему. Наверное. Никто их не трогает. Никто не преследует. Но я заметил участок частокола. Это же чистые воды оборонительное укрепление, способное выдержать долгую осаду. И оно постоянно обновляется. Толщина стены — три-четыре бревна. Высота — три-четыре метра. Ну вот объясни мне, кержачка Евдокия, Для какой такой надобности? А? Мне и само это непонятно. Слушайте, робко вмешался я. Я мало что понимающий в особенностях и устоях жизни староверов, Впрочем, в этих во всех ваших религиях вообще. Я тут заметил одну особенность. Насколько я знаю, в скитах должна быть церковь с куполами. И крестом над нею. Ну, должен же быть хрест. Причем стоять она должна на самом видном месте здесь. Церква. И ключ с замком, на котором поп сидит. Так или нет? Получается. Так вот, в нашем случае я не заметил ничего похожего даже на синагогу. Да это и не обязательно, свел на нет все мои измышления умный Дима. У староверов полно сект, исключающих роль церкви. Священников даже. И некоторых обрядов. Ответвлений уйма. Это могут быть и пятидесятники, и хлысты, и молокани, и им подобное. Слыхал? Ну, у них должны существовать определенные молельные дома. Ну, должны же быть, где они должны молиться? В свою старую веру. Возражал я. А далеко не обязательно. Теперь за мое просвещение взялась уже Евдокия. Существуют секты, совершающие свои обряды, где придется, а то и вовсе игнорирующие их. Раскольники. Но дело не в этом. Мне показалось, что обитатели скита вообще не охвачены религиозным порывом. Вот оно что. Вот что я здесь увидела. Объясни. Не знаю, но уж больно у них все рационально здесь как-то. Может быть, тут поселилась какая-то побочная, отпочковавшаяся секта. Но я до сих пор в подобных скитах... Не бывала я. Поляна наша все более погружалась во тьму и нарастающий октябрьский холод. Хотелось укутаться в теплый одеялко или принять сто граммиков и залить их горячим ароматным чаем, а? Будешь, а? Но костер разжигать мы не имели права. Да и вообще оставаться на этой прогалине нам не следовало здесь. Наверняка обитатели скита, кто бы они ни были, встревожены появлением низколетящего голубого вертолета, мах-мах-мах, конечно же, заметили. И нет гарантии, что они не заметили нашего приземления. Но ведь так. Вполне вероятно, что по нашу душу уже выслан дозор. И, словно угадав мои мысли, встрепенулся Вассаров. Ну что мы тут, как те мишени, расселись, а? Только бери да стреляй по нам. А ну, двигаем в заросли. Только осторожно. Аккуратненько. Там могут быть ловушки, ямы и капканы. Первым иду я. Потом Костя. Дуся. И в конце, Дмитрий. Ты мой рюкзачок захватил? Да, он уже собранный стоял там. А он у меня всегда собранный. Так что вперед, братья славяне! Ну ж, помолчал бы, а? Басмач-басурман, а? Ух, нехрести, укорила его Евдокия. Все мы люди, человеки, а? Это я-то нехресть. Я, между прочим, в отличие от этих двоих джентльменов, хрещеный. И вон, хрест на груди. В густой шерсти тоже имеется. Поколупайся там, поколупайся в деревах. Отыскать там можно. Е! И между трех разлапистых елей, елей и, как нам показалось, в полной безопасности, мы расположились на ночлег. Никаких тебе ям и капканов, на первый взгляд. Сорудив из камуфляжного полога, нечто напоминающее палатку, в полной темноте мы поужинали куском ледяного мяса, запивая его спиртом. Курить нам вассаров не дозволил, зато вручил по куску пережженной пихтовой смолы на в обиходе именуемой жевательной серой. И на том мы и успокоились. Действительно, успокаивает это жувание. Вот так и сидели в темноте, ожесточенно работали челюстями и думали каждый о своем. Мягкие женские руки нашли мое горло и заботливо закутывали его шерстяным платком. Соорудив нечто вроде забрала, перекрывшего носоглотку. И дышать стало поприятнее, знаете ли. В легкие попер действительно теплый нагретый воздух. Относительно. И я с благодарностью обнял бабу, которую совсем недавно подозревал в предательстве. Ух ты какой! Завтра мы с Диманом идем на предварительную разведку, сообщил о своих планах Крещеный. А вы сидите мышками тут и не дрыгайтесь. И ждите нашего возвращения. Ясно вам? И давайте тут без самодеятельности, а? Я здесь единственный по ходу человек, который может сделать что-то реальное для выполнения нашей задачи мишиным способом. Ясно вам? Не слышу возражений. А их и не будет, успокоил его Дмитрий. Я служил батальонником. Маманя по блату устроила. И ничего, кроме как отбить почки мелкому хулигану, не умею в этом смысле натворить. Ясно вам? Вот так вот. А я вообще не служил. После института сразу в следователи. Следовательно. И все. Отозвался я. И вся жизнь у меня уже причиной и следствия. Ой, следовательно. Завтра пойдет снег, и он доставит нам дополнительные проблемы, сказал Вассаров. Поэтому держитесь осмотрительно. А теперь спать. Сил набирайся. Утро вечера. Мудренее. Мы с Димкой по краям ложимся. А вы с Дусей посредине. Что белем. Да уж, только не рядом с тобой. Тут же поставила свое слово Евдокия. Уж, конечно, добровольно с тобой я не лягу. Только с другого края и валетом. Доложитесь вы хоть кандибеберам. Только перестаньте вот это собачиться, а? Недовольно пробурчал Дмитрий. Кажется, мгновенно уснул. Евдокия осторожно обняла меня за ту же самую шею и прильнула плотно и ласково, согревая меня своим крепким бабьим телом. Теплом. Лучше бы она этого не делала. Стараясь отвлечься, я заговорил о вещах вообще посторонних, не имеющих ничего общего с моей потенцией. И надо было так. Ну и как твои предчувствия подтверждаются? Да, как только я увидел этот план, я поняла, что, похоже, речная излучина давно мелькала в моем сознании. А когда увидела местность сверху, с вертолета, то тут уж отбросила все сомнения уже. — И что там у тебя еще мелькало? — Ты, правда? — И еще ты борешься с каким-то дряхлым старцем. — Да, старцем-прессвитером. Он очень старый. Наверное, сверстник века. — Ну, замечательно, свитеры-прессвитеры. Дед-пердед. И, конечно же, я его вырубаю, да? На старичка-то, думаю, у меня зеленок хватит, да? — Не знаю. Просто между вами борьба. А ее исхода я не вижу. — А как все это тебе представляется? В виде эдакой киноленты, которую прям берут и прокручивают там у тебя в мозгу? — Так ты это все видишь? — Картинками? — Нет. Попробуй понять. Я не вижу картинки как таковой. Она живет во мне. Даже не в мозгу, а где-то в середке. Под ложечкой. — Я знаю, Федя там, и он еще живой. Но ему очень-очень тяжело сейчас. И плохо. — Не спится что-то? — Тревожно? — объявил Васаров. — Пойду-ка я по лесу прогуляюсь. А вы лежите тут спокойно. И что-то холодное и тяжелое навалилось на меня, мешая дышать и совершенно парализуя мои движения. С обеих сторон точно так же барахтались Дима и Евдокия. Все задрыгались. — Попались, крысятники! — торжествующе прохрипел незнакомый прокуренный голос. — Да уж, отпрыгались, зайчики. Вылазь по одному, а! — И, кажется, мы влипли. И влипли серьезно. Окончательно. Скорее всего, это люди из кита. А значит, ничего хорошего ожидать нам не придется. — В этом сотреться с оружием не балуйте. — Не балуюсь! У нас шесть стволов с дробью. И картечь! — предупредил всех тот же простуженный голос. Стояла и ранняя серая утречка. Как проснулись. Будильник прям. Но снега пока еще не было. Тяжелое свинцовое небо обещало подать снег незамедлительно. Трое бородатых мужиков, здоровенных и злых, радостно тыкали в нас спаренными ружейными стволами. — Галень, Семенович, ты баба с имя. Давай-ка за раз ее, а? Зараз вот давай ее возьмем за раз и оформим, а? Заразу такую. — А хороша, голубушка. Только чур я наперед. Найпервейший, — предупредил самый шустрый, тот, что помоложе. — Заткни хлебала. Она и старцу сгодится. — Кто такие будете? — Экологи мы. Окружающую среду проверяем. — Экология, — соврал я, прекрасно понимая, что правду в нашем случае говорить никак нельзя. А то будет следствие. — Ах, всяка тварь вот эта в тайгу прется и прется. Лезь и лезь. Экологи, хирологи. — Это мы еще посмотрим, — пригрозил третий хмурый свирепый мужик с физиономией ярко выраженного дебила. — М? Физиономики. — К старцу их надобно. Он пусть нехай там и разбирается с ними. А за бабу он еще и водяры нам даст. И мужики вон еще здоровые. Годик еще повламывают, а то и побольно. И только тут я заметил, что у Васарова среди нас нету. — Эх, ты пропал, подлец, в самый нужный момент, а? — Опять ты лопухнулся, господин Гончаров. — Ты лопух! И слева краем глаза я уловил едва заметное движение. Шу! Промелькнуло. Димка вытаскивал Стечкина, но выстрелить он не успел. Сипатый мужик вскинул двустволку. Чик-чик! Но он не убил Гранина. Почему-то из его горла вырвался фонтан крови и, завалившись на бок, хрипатый задергал ногой. Все, задрыгался. И только теперь я заметил, что из его шеи торчит острая зубатая пластина. Димка выстрелил уже на лету, но его опередила двустволка дебильного, двустволка, разом харкнувшая из обоих стволов. Она и отбросила уже мертвое его тело на несколько метров этой кровью. Мах! И истошно заверещала Евдокия. Бородачи скрылись за толстый кедровый ствол, а я, повалив Евдокию, упал рядом. А что мне оставалось делать? И повисла пауза. Лежать! И только черные дырки стволов по-прежнему с ненавистью следили за нами в четыре глаза. Через них из прищуренных зрачков шла смерть. И несколько минут стояла эта гнетущая тишина ожидания. «Эй, ты! Кто там? Выходи!» Наконец, как заорет этот дебил. «Выходи!» «Говорю!» «А то сейчас дружка твоя порешим здесь!» «Выходи!» «Не балуйся!» «Считаю до трех!» «Раз!» «Два!» Я лежал, обреченно ожидая, когда мои мозги превратятся в винегрет. Чертов Димка, хоть о покойниках и плохо, плохо же не говорят, нет? Но кроме неприятностей его смелый выпад нам ничего не дал. «Угу, попробовал!» «Только смерть приблизил!» А Гоша явно поторопился. «Черт! Он же не вооружен!» «И виновен в этом я сам!» «Вот тебе!» «Твоя проклятая осторожность!» «Вылезла боком!» «Следователь!» «Выходи!» «Опять как заорет этот кретин!» «Выходи!» «Подлый трос!» «Да нет там никого, Михалыч!» «А железяка энта!» «Откуда она взялась?» «Или это боженька в лапту грается?» «М?» «Не награется, да?» «Да, может, мужик тот кинул!» «А хрен его знает!» «Эйва!» «А ну вставайте, голуби сизые!» «Вставай!» «Пошли вперед!» «И мы с готовностью повскакивали!» «А голуби сизые!» «Похоже, в ближайшем будущем нас убивать вроде как не собираются!» «Пообещали годик еще поработать там!» «Иди вперед!» «Схоронить надо б на?» «Вовки похоронят!» «Идите!» «Да что же, вы нелюди, что ли?» «Заткнись, баба, если не хочешь рядом с ними лечь!» «Креста на вас нету, Ирды!» «Михалыч!» «А может пусть схоронит от это, а?» «Все же меньше греха буде!» «Михалыч!» «Нехай схоронит, а?» «Да земля же промерзла!» «Они ее год ковырять тут будут!» «Да нет, мы быстро! У нас лопатка есть и топор! Мы быстренько!» «Ладно, сроку даю вам один час!» «Васька, дай-ка с цигарку, а!» И как бешеные мы набросили на сцементированную морозом землю, стараясь уложиться в отведенное нам время. Зная, что свыше уговоренного дебил не даст ни минуты нам, и Димкины косточки растащат по всей тайге. «Мы работали!» «Мы усердно долбали!» «Никакие они не раскольники!» «Жарко зашептала Евдокье!» «Ишь!» «Дымят своими вонючими папиросками!» «Угу!» «А у староверов это запрещено!» «Не можно!» «Так что не сектанты они!» «Это просто бандиты!» «Бандюки они!» «Эти бандюки тем временем с интересом изучали зубчатый окровавленный диск, прервавший жизнь и их товарища!» «Летаюче бензопилой!» «Евдокия ухала топором, откалывая звенящие комья земли, которые я тут же выкидывал на поверхность!» «И через полчаса мы, наконец, пробили мерзлую корку!» «Ну а дальше?» «Дальше работа пошла уже легче!» «Мы уже выкопали около полуметра, когда услышали звук падения и короткий сдавленный крик!» «А-а-а!» Бородач с лицом дебила лежал на животе, бездумно глядя на серое снежное небо. А Васаров уже занимался Васькой. «Евдокия, похоже, нам придется рыть яму на троих уже!» «Расширяемся, если Гоша не умерит свой пыл!» «Георгий, не надо, не убивай его!» «Может, чего расскажет, а?» И она остановила его вовремя, потому что Васькина шея уже посинела в жестком захвате, и смеющийся Васаров готовился ее скрутить уже окончательно. «Хрусь!» «Ладно, уговорила! Тащите веревку!» И он с видимым сожалению отпустил добычу, и заплохевший мужичок покорно улегся у его ног. «Ну, Васаров, ну ты, блин, и даешь!» С восхищением чуть не плача воскликнул я. «Работа у нас такая!» «Откуда ты вообще взялся?» «Аж дерево, как та белочка!» «Сначала с жайчиком прыг-скок, жайчиком, а потом белочкой шмык и тутая!» «Шею ему я еще на лету сломал, он даже мяукнуть не успел. Жайчик!» «Так шо чистая работа! Учись, Константин! Кувалдой будешь!» «Учись, мой сын! Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни!» «Димку жалко! Он полез поперед батьки в пекло!» «А че ж ты нас раньше не предупредил? Тогда же и Гранин был бы жив!» «Да уснул я! Уснул я поутру!» «Ремнем к дереву пристегнулся и решил перекемарить!» «Ну вот и перекемарил, а!» «А когда проснулся, они уже вас накрыли! Все! Ну что мне оставалось делать, а?» «Безоружным против трех стволов, стоящих друг от друга в отдалении!» «Я ждал, когда они скучкуются, да? Причем под моею пихтою!» «А тут Димка влез не в свое дело! На тебе, а!» «Ну и тут я уже и не выдержал! Послал им гостинчик из рюкзака!» «Хотя делать это было очень рискованно! Честно признаюсь!» «А сверху там далеко! И хорошо все видать!» «Мог обнаружить себя ведь так-то!» «Ну да ладно! Что было, то было! Вяжите этого! А я пока спиртя гладну!» «Спасибо тебе, Георгий Георгиевич!» Серьезно и скупо поблагодарил Евдокия, поклонившись ему в пояс. «Да что там? Брось! Где спирт-то? Перемерз я сильно там на дереве и жрать хочу!» «Погоди, походи, я тебе сама налью! Сама дам поесть! Костя один справится!» «А я уже справился! Надел лесному бандиту наручники и свяжал ему ноги! Все! Повязанный! По рукам, по ногам ты у меня тут связанный! Не дрыгаться!» «И он молча терпел! Он только зверски вращал своими белесыми бесноватыми глазами!» «На всякий случай, привязав его к дереву, я вернулся к прерванной работе! Крытью могилы!» «Ты, Костя, поглубже копай! Чтоб на троих хватило!» — руководил повеселявший Вассаров. «Вправо! Вправо расширяй!» «Нет! Митя будет отдельно лежать! Могилку я ему сама вырою!» «Не гоже это! Убитому вместе с убийцей покоиться!» И, решительно взяв топор, она отошла метров на пять и вновь принялась долбить неподатливую землю. Гоше не оставалось ничего другого, как выхватить у нее инструмент и продолжить начатое. Вскоре моя яма была готова, и я спихнул туда труп Хрипатова. «Бздень! Аж ухнуло!» И уже первые лопаты земли закрыли бороду убийцы, когда меня остановил Вассаров. «Погоди, погоди, Константин! Не торопись! Мы туда еще одну падаль сбросим!» «Как хочешь, могу и подождать!» «Слушай, Гоша, я покурю, а?» «Прикрой с пологом и покурю, а то не в моготу уже!» «Валяй давай! Я и сам хочу! И забыться хочется, хоть в работе!» И вот, похоронив Дмитра, мы вплотную занялись нашим пленником. «Ну что, Васенька, ласково спросил Гоша, наклоняясь над бандитом, удобно ли тебе? Не жмет ли тебе там в коленочках?» «Ты Евдокий хотел трахнуть, да? Угу. А то лежишь теперь там со своим колом. Ха-ха-ха! «Сейчас мы тебя самого, Орлика, трахать будем! Угу. Колом в задницу и поленом в рот!» «Говори! Кто такой? Быстро!» «Васькая! Рябов!» «Откуда? Говори!» «Больше я ничего говорить не буду. Лучше угробьте меня». «Ой-ой-ой! Дешево хочешь оделаться, да? У меня духи красноречивыми становились, а они не чета тебе, лохматому». «Евдоки, отойди-ка подальше. Бабам не нужно на такое смотреть. А то выкидыш еще без беременности случиться может. Тебя этого Константин не простит». «Довольный своей остротой, он сыт и громко заржал. А я простил ему и эту пошлость. Потому что теперь я многое бы ему простил». Подыскав подходящий кляп, Вассеров первым делом надежно забил Васкину пасть. Потом помочился мычащему бандиту на бороду. «Это еще пустячки. Пей-пей. Напивайся. Скоро ты, Васька, пожалеешь, что вообще родился на белый свет». «Сначала мы попробуем очень любимую царем Алексеем Михайловичем Романовым дыбу. Слыхал такое? На дыбы». «А, Васятка, ты как относишься к дыбе? Дыб, дыб, дыбаны мене. М? Костя, а ну подавай мне веревочку». И, перекинув прочный капроновый трос через толстый кедровый сук, Вассеров один конец тщательно привязал к наручникам, а второй, намотав себе на руку, принялся неторопливо вытягивать его. Дыбака. И, дойдя до упора, он на секунду приостановился. Поплевал на ладони. Пу-фу-фу. И вопросительно посмотрел на меня, видимо, ожидая одобрения. Но его он не получил. Это было действительно очень страшно. Не люблю, когда мучают и бьют беззащитного. Ну, пусть даже такого изверга. Хотя я прекрасно понимал, что другого выхода просто нету. Нам позарез нужны были сведения. Лезть в воду, не зная броду, я всегда считал делом крайне нежелательным. Проверенно. Враждебно и грозно шумела тайга, словно предупреждая нас изуверов о судном дне. «Да давай!» «Уж коли начали!» «Давай!» — не выдержал я. «Ну, начали же ж! Заканчивай уже! Не тяни!» «Еще поплачь мне тут-то!» — криво усмехнулся Васаров и натянулся трос. И заскрипел, сучок! Вздернулись кверху мужицкие побелевшие руки. В рамке желтой смершейся бороды лицо его от напряжения и боли сделалось аж свекольным. На лбу выскочила толстая синяя вена и пульсировала, как секундная стрелка васькиной разбойничьей жизни. «На! Колись, тварюка!» А сатаневший Гоша входил во вкус. Сжав зубы, в радостном оскале он медленно, в упоении мучителя, тянул и тянул трос. И в этом было действительно что-то властное и такое притягивающее. Сладкая месть. Месть царя! «Я мстю, им вся моя страшна, действительно. И царям, наверное, было приятно на это смотреть. Я сам на себя это прочувствовал». И тут послышался хруст суставов вместе с тягостным мучанием истязаймого. «Будешь говорить, подонок!» И опять «хрусть!» В ответ Васька отрицательно замотал головой. «Ух, бурак!» «Будешь гнида! У дяди Гоши все в конце концов становится разговорчивыми. Вся и все. Сейчас я тебе прибавлю кайфа. Шо аж матка из задницы вылезет. Выпархнет!» И то ли он тут не рассчитал, То ли от злости дал лишка. Но только Васькины руки с громким щелчком Вдруг свободно взметнулись над ним, Вылетев из суставов. Хрусть! И сам он провис безжизненной тропичной куклой. «Эт, твою бога, душу мать! Все!» «Песец, котенку!» «Приехали!» «Жалко! А я только начал!» И он, к сожалению, отпустил ненужную теперь веревку. А Васька завалился на бок, Показав нам синевато-красный белкий глаз. «Дай ему спиртяги! Може, очухается побыстрее! А то смотри, какой нервный! Не мужик, а прямо бестужевская курсистка, а! Налей ему в его стаканчик, а! А ну, открой рот!» И, вытащив кляп, я плеснул в открытый рот немного спирту. Придев в себя, он тут же завыл от боли, и мне пришлось вновь затыкать его кричалку кляпом. «Мах!» «Пусть все, ты ему сними браслеты и раздень. Попробуй воткнуть его грабли назад, если, конечно, не поломал суставы». И, раздев покалеченного бандита, я вопросительно посмотрел на Васарова. «Держи его, и покрепше. Сейчас ему опять будет немножечко больно там». И вот с прежним громким щелчком левая рука тут же встала на место. А вот право этого делать никак не хотела. Минут пятнадцать мы мучили его. И, наконец, Гоша махнул рукой. «Наверное, поломал что-то». «Ну и хрен с ним. А теперь займемся его яйцами». «М-м-м-м!» Возбужденно замычал бандит. «Ага, мальчик замукал? Костя, мне кажется, он хочет о чем-то нам поведать там». И я вытащил кляп. И мужик прохрипел. «Воды, воды дайте». «О, и воды дадим, раб Божий Василий, и водочки. Только говори своими зубами. Не томи грешную душу». «Я все расскажу. Костя, тебе это просто показалось. Мы не мучили тебя. Мы тебя пытались, чтобы ты встал на свои на ноги». «Костя, дай нашему другу воды». «Вот видишь, брат Василий, насколько чистосердечное признание очищает твою душу». «Зови Евдокию». «Пусть зарывает могилку. Вася пока подождет». «Как там секта ваша называется? А то я что-то не припомнил». «Звездисты мы». «А, звездные? А в Бога-то верите, а? Бог в нас. Себе и верим». «А, ну вы там на звездочке поближе к Богу, да? На одном уровне с ним, да? Звездисты». «Ну, это понятно, что Бог близко вози вас. Сидит на звездочке». «Ты скажи, какой веры вы придерживаетесь?» «Православной». «Так. А скажи, зачем людишек воруете? И почему убиваете, а? «Ну, чтобы жить. Жить-то охота. Жить всем хочется. Жизнь». «Короче, Склифосовский, каков контингент вашего общежития?» «Чего?» «Ну, спрашиваю, сколько человек в вашем ските? Ты, гондон ты немытый». «Как, не считая детишек, человека в семьдесят буде, если с бабами считать?» «Дайте попить. Попить дайте». «Костя, выдай неправсоюзному работнику тайги сто граммов спирта и двести воды». «Ты, Васька, ты сколько душ загубил, а? Ты, звездный». «Много. Уже не припомню, сколь. Но старец говорит, ничего, ничего. Это можно. Это во благо все». «Старец говорит, а кто такой этот старец?» «Ну, вроде как, президент у нас тут». «Да, грустные у вас перспективы. Такого президента выбрали. А Федор Александрович где?» «Не знаю такого». «А кто он?» «Начальник старательской артели. Вы же и сами его украли». «Говори правду. Еще выпить дам». «Еще выпить дам». «Ишачет, Федол. Ишачет. Киркой забои балуется». «В каком таком забое? О чем ты, брат Василий?» «Ну, в шахте у нас тут. Золотишко мы тут ковыряем. Жить-то надо. Вокручиваться как?» «Ну, конечно, красиво жить не запретишь. И сколько народу у вас под землей работает?» «Ну, свиней пятьдесят будет. Но только мрут часто, сволочи». «А за что же это вы его взобои-то, а?» «Так старец решил, чтоб другим неповадно было кровушку народную петь». «А, мудро. А вы старца-то своего любите или просто боитесь?» «Уважаем». «Без него, что мы их что? Как те котята слепые». «А что, братец Василий, Федула-то старец отдаст?» «Не можно. Отчен, но он пред старцем виновный. Виноватый он». «И в чем же? В чем же он провинился?» «А он скид наш скупить хотел. Шахту, видите ли, ему понадобилось. Вот старец и дал ему ту шахту. Но все двадцать четыре часа. Нехай работает там. Добувает». «Что же он, двадцать четыре часа работает там?» «Не, более шести у нас никто не работает. Остальное время отдыхают. То есть, помедленнее уже работают». «А, ну, похвальная забота о человеке». «Да». «И сколько таких работяг трудится на вашем участке?» «А кто его знает?» «Мертвяков они и сами там хоронят. Прямо в шахте, да. Мы только новых шахтеров им спускаем туда. Одноглазый Фома там счет ведет. Кто помер, и сколько человек надо привезти ему. Ну и так далее». «И много помирает?» «Ну, в месяц свиней по пять дохны. Да, тяжелая работенка там. Но кормим их хорошо. Годуем». «И чем же?» «Ну, бабы помои выливают. Шо получше им, а остальное скотине». «Чем же?» «А там жолоб есть. Сверху выливаешь, а внизу там корыто. Хорошо кормим. Еще даже добавки требуют». «Так, а где же они спят там? Там же и сплят, в шахте. И еще никто оттуда не возвращался». «И много золота берут?» Сразу же спросил. «Так почитай с полкило в сутки. А если меньше, то мы им их помоев даже не даем. Ну, вот они и стараются. Они сами знают. Не меньше полкила. Даже сами распределяют там, наверное. Ну, только да. Жрут только много. По десять ведер в сутки. Лучше уже свиню держать, так? Она хоть мняса дае, а не вот это. Только дохнут там. Но бабы ругаются, особливо зимой, что коровы голодными остаются. О! Нехозяйственно вот так пищу выливать в той жолоб. Но фома говорит, что эти копатели выгоднее, выгоднее, чем коровы. А старец, старец Фому слухается. Во! Фома раньше в Ленинграде работал. Слыхал, небось, про такой город, а? Слыхал, брат Василий. Мне примерно понятна конструкция вашего общества. Так и кому же вы сбываете этот металл? Хм. И тот замолк на этом. И вот поэтому ты нам больше и не нужен. Костя! А ну дай-ка топорик! Погоди! Остановил я ретивого палача, хотя и понимал, что это всего лишь и гравить. Нам Восятка не рассказал еще о старце. Кто он такой? Где живет? Как живет? И с кем живет? А я-ка скажу, так не убьете? Дык, посмотрим. Если все честно расскажешь, может и не убьем. Старец живет в ските в молильном доме вместе с Фомой и архиереем Саклей. Что? Пидорасы, что ли? Что? Что такое? Я не знаю. А, тьфу, пидоры, что ли? Да так бы и говорил. Не, не. К ним наши бабы же всегда приходят. Сегодня моя Анюта должна вонетить. Дочка моя, значит. Они втроем вон одну и шнуруют. Старые уже. Полежут, понухают, окно же отпускают. И что, тебе не жалко своей дочери? Хочу ее жалить. У меня их много. Сколько? Да бог его знает. Мы уже всех переделали. сами не знаем, кто и откуда. А в лес твой старец выходит? Не, можно ему. Не можно из общины выходить. Не. Он наш бог. Он в нас живет. В каждому. Ну вот и отлично. А где находится ваш молельный дом с проживающим в нем богом, а? Нарисуй-ка, а? Нарисуй. Я же пальцем шевельнуть не могу. Посредине дом. А сторожа есть? Имеются? А как же? Мишка дурак охраняет. До утра там с берданкой стоит. Как пес преданный старцу. Он ему жизнь даровал. И за что же это? Его что, должны были убить? Почему? А за то, что дурак. Мы дураков сразу убиваем. Нашего но. У нас их ждается. За года два сразу уже видно, что недоумок, а? Всю жизнь тянуть будешь его. У нас тогда еще апостол старец Матвей их палкой по башке убивал. Да. А мы их в желоб к свиньям и складываем. нам лекарь говорил, что нельзя сестер е на вот это. Нельзя того. А мы все равно е е едали. Старец благословляет на это. Во! ха! Ну, оригинальные вы кролики, смотрю я. Костя, он нам больше не нужен. Все, кончай его. И в остырах протянул мне топор, от которого я в ужасе шарахнулся. Не надо, Гоша. Он еще не все сказал. Вася, как проникнуть в монастырь? А там на двора тамы веровка висит. Дернуты за ее надо. И колокол зазвонит. И вам откроют, отчинят. Вася, ты меня не понял? Нам нужно пробраться в скид незамеченными. Я все расскажу. Только не убивайте меня. дядя Гоша пошутил. Никто тебя убивать не собирается. Ты нам нужный. А тебе я верю. Ты не злобивый. По леву руку от ворот под загородь. Там ручей протекает. ныряйте. И А и вот промозглым вечером по первому снегу мы отправились к монастырю, оставив бандита на попечение Евдокии. К скиту добрались уже в полной темноте, руководствуясь только лишь стрелкой компаса, снятого с мертвой Димкиной руки. Для рекогностировки Васаров тут же забрался на дерево. Привычно. Белка мах. Но ничего кроме собачьего лая в полной темноте ему засечь не удалось. И недовольный, но решительный он спустился вниз. Идем к ручью. Скит спит. Мокрые и злые мы проникли на территорию монастыря. Главной ставки лесных разбойников. Ничего не подозревающая человеческая тень полоскала в ручье какую-то тряпку. И вместе с этой тряпкой мужик уже без сознания поплыл дальше, вниз, по течению. И если бы не Васькина наколка, то черта с два бы мы нашли этот самый молильный дом, затерянный междуразлапистых пихт. Приземистое строение возникло неожиданно и перед самым носом. Идиот-дурак Миша жизнерадостно и открыто маршировал на самом виду. Дурачок Мишка. Он только негромко и жалостливо писнул в безжалостно опытных руках Вассарова. «Учись, Костя, молотком будешь», довольный прошептал он. «Всякая красивая работа должна красиво оплачиваться. Но пойдем с Богом». Старец, наверное, нас дождался уже там. А главарь и вовсе не ждал нас. Обнаженный он возлежал на высокой койке. А голая девка безуспешно пыталась победить его старческую немощь. «Встань!» И еще один старик одноглазый похотливо наблюдал за этим со стороны от самого входа. Он, кажется, так и не понял, почему его шея хрестнув перестала держать ему голову. «Все!» Через минуту два спеленутых тела с забитыми в рот кляпами неподвижно лежали на полу. «Все!» «Дрова!» «Костя, пиши записку. Старца получите только в обмен на Федора Панаева, не позднее двух часов дня. Место передачи второй приток лебедя возле леспромхозовской деляны. Ваш конвой должен быть не больше двух человек. Вассаров и точка. А не боишься Вассаров? Будь у нас побольше времени, я бы их всех на уши тут поставил. Весь этот улей! В лагерь мы явились под утро с драгоценной ношей, перекинутой через Гоша на плечо, словно свернутый восточный ковер. Довольная Евдокия тут же предложила нам завтрак. «А где Вася?» почему-то очень ласково спросил особист. «Да где ему быть? Сидеть за пихтою, привязанной, руки как подушки раздуло». И тут короткий вскрик, и Васьки не стало. Все. «Зачем?» не выдержал я. «Зачем это было нужно, а?» «Заткнись, Костя, я знаю, что я делаю. Хватит мне одного барана тащить. Хватит. Давай-ка, дерьмо трухлявое, подымайся. Значит, тебе Федор понадобился? Для чего иконникова изувечили? Быстро говори, времени мало. Говори, если не хочешь Ваську на том свете догнать. А ты бы как лиходей поступил, если б тебя из твоего дома прогнать надумали, а? Как поступил бы? Золото, им мое понадобилось. Вот и получили это самое золото. Да ушей наелись, да? А сам кто такой? Откуда вы? Да беглые мы. Из лагеря еще в 52-м ноги сделали. Я, да и Фома Одноглазый, да и архиерей. Нашли здесь приют, украли в селе трех девок и зажили общиной. Потом жилку богатую расковыряли, потихоньку разрабатывать начали, ну и детей настрогали тут. Тридцать лет спокойствия жили. А тут этот геволох кругом общины шастать начал, вынюхивал тут. Ну мы его и того, все, привязали к шесту и к вам отправили, чтоб значит неповадно было. По течению пошел. Так нет же, смотрю, сонемнется вам, немнется, и лезете и лезете, а? В этом годе вон сызнова шевелиться начали, а? Мне мои людишки все сказывали, тогда я вам еще одно предупреждение, троих уж положили, и шо, и опять покоя нету. Пришлось фидула вашего в шахту опустить, и опустили фидулу. Хай работая там с нашим золотом и со своим навынюховал, промносом ткнули. Ясно. А тебя-то твои козлы поменяют на Федора? Или ты им нахрен не нужен, а? Может, радуются там, что избавились от тебя, да? Как можно? Блаженно заулыбался старец, показав ряд дочерно сгнивших зубов. Как можно Бога оставить? Я же для них сам Бог. Ха, ну ладно, боженька, потопали к месту передачи. До нужного притока мы добрались в полдень. Отсюда уже было слышно работающую леспромхозовскую технику. Оставив старца вместе с Евдокией в небольшой низине, мы с Васаровым залезли на деревья. Прыг-скок! Если что-то непредвиденное, то ты, Костя, не стреляй. Погоди, когда я начну. М? Ясно? Попросил Васаров. И сидим. Ждем. Как те белки. Вот только орешков не хватает. Хором-хором. И они появились на час раньше назначенного крайнего срока. Два мужика охраняли Федора, идущего посредине. Два сторожа. Но где гарантия, что вокруг не прячется еще десяток здесь? Стоять на месте, как загорел вассаров сверху. Пусть Федор дальше идет один. Сначала нехай старец выйдет, угромо откликнулись мужики. Ладно, только мой ствол смотрит ему в затылок, если что. Не боись, мы Федула тоже на мушке держим, так шо не балуйте там. И с низко опущенной головой Федор вышел из-за деревьев, а Евдокия выпустила старца. И джентльменский обмен он состоялся. Старец скрылся под пихтовыми лапами, а Федор утонул в объятиях плачущей Евдокии. Утром следующего дня нас измученных и промерзших доставил в село Леспромхозовский трелевочник. Приехали! Ошалевшая от радости Маргарита, почему-то перепутав любовника с мужем, она с ревом кинулась на шею Вассарову. Ха! Поистине тот, кто уходит на охоту, теряет свое место у огня. Воистину! Феденька, скажи мне, а при чем тут все-таки снегоочиститель, а? В конце концов спросил я. но это была уже совсем другая история. «Ере»! «Ере»!» Восемнадцать ого Выходит у нас новая серия Каждый Божий день Все аудиокниги и все рассказы Находятся в нашем подвале Снизу Заходишь и там целая библиотека Наших рассказов Старичок, заходи на пикничок Каждый Божий день Восемнадцать ого Не пропустите А на сегодня шо? А на сегодня все Покедова, споки-ноки Чпоки, ага